Работы начались в мае, а завершились в сентябре. За это время ученые обошли около полутора тысяч километров сразу в нескольких районах Крыма, Симферопольском, Нижнегорском, Красногвардейском и Белогорском. 13 специалистов из области радиобиологи, гидробиологи, ихтеологи и химики за три месяца провели около семи экспедиций. Эта работа является продолжением и дополнением к многолетним исследованиям, проводимым для экосистемы внутренних водоемов Крымского полуострова. Это особенно актуально в связи с усиливающимся антропогенным воздействием на Малой реке Крыма расчисткой русел и интенсивным водозабором после прекращения подачи воды в Северокрымский канал, рассказал КП Крым научный сотрудник отдела ихтеологии ФИЦ и НБУМ Евгения Карпова. Так, в Салгирии и ее притоке, в реке Биук-Карасу, ученые зафиксировали около 18 видов рыб. При этом им так и не удалось найти популяцию аборигенов. По словам исследователей, когда-то популярный гальян крымский усачий голец находится в угнетенном состоянии, так как их не удалось обнаружить в типичных для них местах. Мы обнаружили, в том числе, и новые локалитеты таких краснокнижных видов, как хаптаджения самочий, паденка, коллоптерикс сплэнден старика, красотка крымская, аничогамфус фарсипатус, когтедетка, иуния кресус, перловица. А также установили, как меняется численность и состав видов бентеса в результате проведения мероприятий в рамках проекта по сохранению уникальных водных объектов, поделился научный сотрудник НИЦПСГ Григорий Прокопов. Также во время экспедиции специалисты двух научных учреждений отобрали пробы макрозообентоса организма фауны длиной более 2-3 мм. Так, были выявлены участки рек, где преобладают инвазивные виды, такие как дикорогоморусвелосус, креветкоубийца из семейства гоморусовых. По словам ученых, это агрессивный вид, который составляет активную конкуренцию другим видам, обитающим на дне. Креветка-убийца может быть всего 3 мм длиной, но в благоприятных условиях она вырастает до 30, это делает ее намного больше, чем местные пресноводные креветки. Своё прозвище ракообразные получили за хороший аппетит, так как они часто убивают свою добычу и оставляют ее недоеденной. Несмотря на страшное название, креветки-убийцы не угрожают людям, но могут нанести большой ущерб окружающей среде, они могут изменить пищевую цепь и всю экосистему в водоеме, усилив конкуренцию за пищу. Однако ученые уже начали искать пути решения проблемы. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.